Это программа «День с толком» в студии Рина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Рост зараженных, очереди к врачам. Пора ли говорить о второй волне коронавируса? В Барнауле простились с хоккеистом «Динамо Алтай». Каковы подробности аварии? Люди-многостаночники снова в деле. Чего ждут от сотрудников в период пандемии? Министр образования края Максим Костенко побеседовал с депутатом Госдумы Геннадия Манищенко. Разговор был долгожданным. На днях федеральный депутат резко раскритиковал региональное ведомство из-за бесплатного питания в школах. Напомню, Манищенко прослушал доклад замминистра образования края Ларисы Терновой и остался недоволен технологическим оборудованием школьных столовых и меню. Максим Костенко позитивно оценил встречу с депутатом. У нас состоялась очень доброжелательная беседа. Геннадий Григорьевич, как человек опытный и дальновидный, говорил про следующий этап. Мы с ним лично побеседовали в очень доброжелательной атмосфере. Он обозначил, что надо работать над качеством и разнообразием меню, модернизацией оборудования, контролем качества продукции и так далее. Костенко пояснил, что уже в апреле все было готово к организации бесплатного школьного питания. Но, по его словам, невозможно полностью исключить пробелы в вопросе состояния столовых и пищеблока. Министр добавил, что в регионе есть школы, в которых модернизация уже проведена полностью. Там же, где обновление прошло частично, созданы все необходимые условия. Коечный фонд израсходован на 80%. За сутки скончались пятеро ковидных пациентов. Алтайский реабилитационный центр «Территория здоровья» закрыли из-за коронавируса. И мы вновь можем засесть дома. Такие вот ковидные новости. Не исключено, что в ближайшее время торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные заведения накроют второй волной коронавируса. Сегодня стало известно, что с 1 октября на удаленку переходит Алтайский государственный университет. Пока частично. В онлайн уйдут лекции, на которых присутствует более 40 человек. Накануне стало известно, что на дистанте 31 школа и 3 детских сада края. В связи с резким подъемом числа заболевших COVID-19 за сутки, кстати, 93 новых случая, в Роспотребнадзоре подготовили перечень мероприятий. Включили предложения по переводу на удаленный режим работы в тех организациях, где это возможно, где не нарушить производственный процесс. Включили также и ограничения по проведению массовых мероприятий в закрытых учреждениях. Нами направлены предложения по усилению контроля со стороны УВД и Росгвардии, также соблюдение масочного режима. За полгода пандемии в Крае провели более полумиллиона тестирований на новую инфекцию. Выявлено 13 728 заболевших жителей Края. На данный момент от коронавируса проходят лечение 1064 пациента. В тяжелом состоянии находится 208 человек. На аппарате ИВЛ 69 жителей региона. Накануне стало известно, что в Крае точечно приостановят прием пациентов. Впрочем, жители уже сталкиваются с некоторыми проблемами. К две недели ждала талонов на сдачу крови на анализ для эндогринолога. К кардиологу тоже самое. Только через кардиоцентр записалась. Отвратительно. А к терапевту талончик? Ой, вообще невозможно. Пробуем сами записаться в другую поликлинику. А на ближайшее время есть возможность записаться к терапевту? К терапевту завтра утром будет запись на 15 октября. А на 15 октября только? Да. Также нам удалось пообщаться с жителем Барнаула, у которого уже на протяжении 11 дней держится температура 39-40 градусов, 41 градус. Ему диагностировали пневмонию и только на днях взяли тест, результат которого пока неизвестен. Молодой человек настроен выздоравливать, поэтому согласился на интервью только на анонимных условиях. Получается, меня в больницу положили, семиэтажку в Алтайке с пневмонией. Взяли там тест на коронавирус, отдали выписку, то, что у меня ОРВИ, и отправили домой. Я похудел очень сильно, потому что я есть не могу, пить не могу. По словам Барнаула, он не может добиться госпитализации. Видимо, врачи не видят в одностороннем воспалении легких какой-то угрозы для жизни. Также молодой человек говорит, что несколько дней не мог вызвать скорую помощь. Я вот в диагностическом сидел, пока люди все жаловались, кому-то 6 часов едет, кому-то 8 часов едет. Чтобы избежать коллапс в медицинских организациях края, в Минздраве приняли решение увеличить коечную мощность. И все же не стоит забывать, что причина резкой вспышки коронавируса – это не только чья-то хала, кризис в сфере здравоохранения, но и личная ответственность каждого. Если вы ежедневно посещаете общественный транспорт, магазины и другие места общественного скопления, тогда поймете, почему. К слову, у людей с болезнями сердца коронавирус может протекать в наиболее тяжелой форме. Сегодня в Барнауле во Всемирный день сердца медики в очередной раз напомнили о мерах профилактики. Волонтеры раздали прохожим медицинские маски и красные воздушные шары, как символы здорового крепкого сердца. Ежегодно от болезни системы кровообращения в Алтайском крае умирает порядка 36 тысяч человек. За последний год в регионе, конечно, удалось снизить смертность по инфаркту на 12%, но сейчас, в период пандемии, сердечники в наиболее опасном положении. Получается, что и пандемия, и болезни системы кровообращения, они встречаются на пике своих тяжелых и течений, и осложнений. Поэтому мы говорим о взаимном отягощении течения и ковида у пациентов с болезнью системы кровообращения. И бесспорно, эта группа больных БСК – это пациент высокого риска по тяжелому течению ковида. К другой теме. Сегодня барнаулицы простились с Вадимом Ореховым, вратарем хоккейного клуба «Динам Алтай». Напомним, он погиб в автокатастрофе ночью 27 сентября. Автомобиль, в котором он находился как пассажир, врезался в стойку и дорожный бордюр на улице Аванесова. Илья Кочетков о том, каким запомнили Вадима коллеги по хоккейной площадке и что известно о обстоятельствах трагедии на данный момент. Это кадры последней игры с участием Вадима Орехова и вообще одна из его последних съемок. В «Динамо Алтай» Вадим пришел недавно, отвел всего четыре игры. Но и за это время показал себя профессионалом. Доля отраженных шайб – почти 90%. Вадим был отличный парень, хороший хоккеист, знал его достаточно хорошо. Сам с Новосибирска, я с Новокузнецка. Пересекались в играх и в одной команде даже были до этого, до «Динамо». Никто не думал, что так начало мы этот сезон. Нет слов, одни только эмоции. Коллеги с трудом находят слова, многие попросту отказываются говорить. Настолько все неожиданно и трагично случилось. Напомним, ночью 27 сентября автомобиль, где Вадим был пассажиром, вылетел на обочину улицы Аванесова. За рулем был другой вратарь команды – Данил Тимченко. Он выжил, сейчас находится в больнице. В первые же сутки появились сведения, что водитель был пьян. Сегодня в городском ГИБДД нам это подтвердили. Да, действительно, водитель 22 лет находился в состоянии алкогольного опьянения. Было свидетельствован в больнице. В настоящее время он госпитализирован. Избрана мера пресечения к нему по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса. Он задержан на 48 часов. Правоохранители уточнили, что в его крови на момент аварии было 0,8 промилле алкоголя. При этом предел 0,16. Если вина Данила Тимченко будет доказана, то ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Впрочем, наказание вряд ли успокоит родных и близких погибшего. После прощания в Барнауле тело Вадима повезли на родину спортсмена в Новосибирск. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Судебное заседание по рассмотрению апелляции по мере пресечения в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ирины Долговой состоится 1 октября. Об этом нам сообщили в Краевом следственном комитете. Документы в Краевой суд были приняты от стороны защиты Долговой. С ее адвокатом мы сегодня пытались связаться по телефону. И вот каким был его ответ. Как сообщили нам в следственном комитете, Долгово по-прежнему находится в СИЗО. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью 2018 года, нарушая закон, Долгово организовало за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящими лекарствами своего знакомого, который не имел права получить его бесплатно. Волна банкротств и массовых сокращений. Весной и летом этого года из-за пандемии тысячи жителей России, в том числе и в нашем регионе, лишились работы. Многим в разы сократили зарплату. Как сейчас обстоят дела на рынке труда? Какие профессии востребованы? И кому работодатели готовы платить? Расскажем в нашем сюжете. Месяцы простоя. Официанты, фитнес-тренеры, продавцы торговых центров, сотрудники фудкортов. Весной оказались не у дел. Кого-то сократили, кто-то ушел сам, не видя перспектив. В конце лета, после ряда послаблений, ситуация начала меняться. Но многие продолжают поиск. К примеру, героиня нашего сюжета Юлия работу потеряла весной. Пока так и не нашла. А вот Аркадий Евтюшкин даже временной подработки не искал. Нашлась сама собой. В августе проходил мимо бригады, состоящей из мигрантов, которая занималась укладкой асфальта. Рабочих рук таким коллективам сейчас не хватает. Ведь многие иностранцы по-прежнему не могут вернуться в Россию. Предложили тут же, слушай, поработай у нас это самое тоже. Я говорю, ну ладно, хорошо, я говорю, значит, эта самая тачка у меня есть, все есть. Когда пошла укладка асфальта, асфальтоукладчиком, я, ну вот это самое, около этого, асфальтоукладчика даже поработал. 12 дней, тысяча в день. К слову, рабочие руки были востребованы всегда, нужны и сейчас. Об этом говорят и специалисты управления по труду. Постоянным спросом пользуются квалифицированные рабочие на производство. Это токари, слесари, фрезеровщики, аппаратчики, станочники, электромонтеры. Также неизменным спросом пользуются инженерно-технические специальности, специальности среднего управленческого звена. В управлении отметили, что спрос на кадры начал восстанавливаться. Число вакансий по сравнению с июнем выросло на треть. Безработных в крае сейчас более 40 тысяч. Треть из них потеряли работу до пандемии. О необходимости сотрудников на производство говорят и в рекрутинговых агентствах. А еще о том, что всегда нужны менеджеры по продажам. Но работу, причем хорошо оплачиваемую, могут предложить и высококвалифицированным специалистам, которые по тем или иным причинам оказались не у дел. В периоды кризисов, как правило, рынки не только становятся сложнее, но и освобождаются часть рынков. Поэтому высококвалифицированные сотрудники – это инвестиция, потому что это возможность урвать, прошу прощения за простое слово, свою долю рынка. Вы готовы хорошему сотруднику, квалифицированному платить хорошие деньги, собственно? Вы знаете, в этой связи, наверное, наша компания будет, ну скажем так, в нише меньшинства. Наш руководитель, собственник бизнеса принял решение о том, что это как раз то самое время, когда нужно развиваться. Именно поэтому сейчас мы очень бурно, активно прирастаем людьми. И да, платить готовы. Прежде всего, многостаночникам, тем, кто в состоянии выполнять как можно больше задач. Этих людей называют модным западным словом – люди расчески. Юлия оказалась как раз такой. Теперь занимается логистикой в крупной компании. По словам специалистов, наибольшим спросом сейчас пользуются универсальные и гибкие сотрудники, открытые к переобучению. Кстати, получить новую профессию за пару месяцев можно и в нашем центре занятости, причем бесплатно. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Николай Шелко. День с толком. Кстати, востребованными становятся и другие сотрудники – заключенные из правительных колоний. Их результатом работы даже интересуется краевая администрация. Вместе с ее представителями на выставке продукции побывала Валентина Аскерова. Хотели бы на дальнейшее сотрудничество, поэтому сегодня собрались, чтобы показать некоторые образцы, как мы предполагаем, что необходимо краю. Шкатулки, спецодежда для ведомств, кондитерские изделия без консервантов, больше 50 наименований продуктов питания и около 100 промышленной продукции. Алтайские осужденные не проводят время даром. Это вот сертифицированные детские помощи. Здесь полностью красно применяются те, которые могут дети, как говорится, брать и ими пользоваться. А еще мебель для больниц, лавочки для города. Краевые власти уже не первый год сотрудничают с учреждениями уголовно-исправительной системы. В планах только наращивать объемы закупок. Будем обсуждать сейчас с Валентином Николаевичем и соцзащиты, и уверенные здравоохранения могут сегодня получать качественную продукцию, которая будет для нас более дешевой. Ну и снова же произведенная руками людей, которые живут в нашем крае. Желание сэкономить сейчас понятно. За свой труд осужденные получают не ниже мрот. Из 8 тысяч осужденных пока трудоустроено 2,5 тысячи. Как раз мы проводим все вот эти переговоры с администрацией, с краевой. Ну и параллельно мы с предпринимателями работаем как раз об увлечении. Потому что на сегодняшний день у нас есть пустые площади, которые предприниматели могли бы занять. Либо, будем надеяться, краевая администрация будет увеличить у нас заказы, и тем самым мы будем расширяться. Больших аукционов не требуется. Продукция идет напрямую к заказчику без лишней волокиты. Со своей стороны УФСИН исключает нарушение сроков, а в дальнейших планах ведомства выйти в розницу. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Отчего зависит победа. В Краевой спортшколе Олимпийского резерва спустя много лет обновляют автопарк. Эту новинку и другую, более масштабную, сегодня оценил Андрей Дрейр. Ему слово. Один новый взамен отжившего автопарка. На старых автобусах Краевой школы Олимпийского резерва иногда даже запрещали возить спортсменов. Настолько они были устаревшими. У нас география довольно обширная. Вся Сибирь. Школа большая. 1650 спортсменов. 11 отделений. Поэтому, естественно, востребованность для транспорта достаточно серьезная. До конца года в автопарке появится еще один новый автобус. В последние годы в Крае начали больше выделять денег на покупку транспорта для спортшкол. В том году было выделено 10 миллионов на приобретение автобусов, а в этом году уже 27 миллионов рублей. В этом году автобусы получат Краевая спортивная школа Олимпийского резерва, два автобуса. Автобус получит Центр подготовки сборных команд Алтайского края и Спортивная школа Олимпийского резерва по хоккею Алтай. Обновилась и сама школа Олимпийского резерва. В этом году, пусть и весьма коротком из-за пандемии, воспитанники пользуются отремонтированными залами, душевыми, новым оборудованием и тренажерами. Игорь Ватяков, знаменитый тренер Ивана Нифонтова, работает в школе уже 33 года, а на его памяти это первый капремонт. Все условия для работы с детьми именно такого возраста, то есть отдельный зальчик небольшой для тренера, значит все условия в зале, если видите, тренажеры, все возможные, которые нужны, специальные маты, которые помягче для детей, не такие жесткие, как у взрослых. На ремонт всех помещений было выделено 27 миллионов рублей из краевого бюджета. Сейчас руководство планирует подать документы на краевую адресную инвестиционную программу. Для обновления фасада тоже нужны деньги. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одна хорошая новость. Сразу двоих алтайских футболистов позвали играть в сборную России. Главный тренер Станислав Черчесов назвал состав команды на матчи против Швеции, Турции, Венгрии, которые запланированы на октябрь этого года. В числе приглашенных 29-летний защитник немецкого клуба «Зандхаузен» Александр Жиров и 23-летний нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Оба начинали заниматься футболом в Барнауле. Обоих спортсменов ранее уже включали в список сборной, но на поле они пока в ее состав не входили. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok